В эфире информационная программа события в студии Александра Маркеев и коротко о главном. После ливня ветра и грома стала грудой металлолома. Ночная непогода принесла некоторым жителям региона немало проблем. Я так думаю, что восстановление не подлежит, потому что крыши все, стойки, все двери повел. Масштабная цифровизация региональных школ. В ближайшие 4 года в учебные учреждения поступит порядка 2000 единиц компьютерного оборудования. Радует то, что это не стационарные компьютеры, а именно переносные, поэтому можно пользоваться им в любом кабинете. Почти 4500 кандидатов на высокие должности в органах власти. Подведены итоги первого этапа конкурса «Пензенская область. Регион возможностей. Впереди тестирование». Тесты непростые и думаю, что придется попотеть. Эти тесты соответствующим образом решают. И в начале выпуска о последствиях непогоды, которая обрушилась на нашу область минувшей ночью. Тревожные прогнозы синоптиков, обещавших Пензе не только проливной дождь и грозовой фронт, но и град, а также сильный шквалистый ветер, к счастью, сбылись лишь отчасти. Но некоторым все же не повезло. Так на улице Попова большая липа упала на автомобиль, который его хозяин приобрел совсем недавно. Я смотрела телевизор, слышу грохот. Но я даже и внимания не обратила. Думаю, мне показалось, что это у соседей что-то упало. Но упало, упало. О падении старой липы большинство жителей десятого и двенадцатого домов на улице Попова узнали, когда пошли на работу. Одним из первых на место происшествия прибежал Михаил Русеев. Не выдержав сильного ветра, дерево свалилось именно на его машину. Я так думаю, что в установлении не подлежит. Потому что крыши все, стойки, все двери повело. В этом году ее купили. Соответственно, сколько? Так, машина с 2004 года. Но она в отличном состоянии. Митсубиси обошлась хозяину в 400 тысяч. Михаил говорит, что уже общался с представителем управляющей компании. Решается вопрос о возмещении ущерба. Но это не единственная проблема, которую принесла с собой стихия. Во время падения дерево оборвало провода уличного освещения. Их обесточили прибывшие сюда утром электрики. Причем нынешний случай не первый в их микрорайоне, говорят местные. Татьяна Тарасова живет здесь с начала 70-х. На ее глазах липы, клены и ясени росли и старели. Ну, в 73-м году они где-то были чуть повыше второго этажа. Вот я живу на третьем этаже. Вот сейчас смотрите что. Тонкие вот эти стволы. Вон дерево вообще наклоненное. Сколько говорили, говорим, снесут балконы. Кто будет отвечать? Никому ничего не надо. Они старые, да. И корни, как говорят, у них глубоко не уходят. Вот машину. И тогда здесь вот оттуда упало дерево. Здесь машина стояла тоже самая. Повредила машину. Ну, надо, надо заниматься. Надо эти деревья убрать и попросить. Мы сами посадим. Молодые какие-нибудь. Может, сирень, может, еще какое-нибудь дерево. Береза. Что касается других районов областного центра, то по данным городской единой диспетчерской службы, ночная непогода не успела наделать слишком много бед. Помимо Попова, падение деревьев были зафиксированы на улицах Ударный, Кордон Сурка и в сквере Горького. 7 миллионов рублей выделят на решение проблем с водоснабжением в поселке Краснооктябрьском. Такое решение руководитель региона Олег Мельниченко принял во время экстренного визита в Лунинский район. Видео поездки временно исполняющий обязанности губернатора поделился в Инстаграм. Там же сообщил, что к нему было много обращений по этому поводу и в соцсетях, и в средствах массовой информации. Поэтому он решил лично разобраться в ситуации. Необходимые средства на эти цели направили уже сегодня. Добавлю, что в этом населенном пункте проживают 200 человек. К ситуации с коронавирусной инфекцией за прошедшие сутки в нашем регионе зарегистрировано 234 случая заражения COVID-19. Это на 5 человек меньше, чем накануне. При этом из медучреждений выписано всего 34 пензенца. В то же время 19 пациентов не смогли справиться с недугом. В связи с нестабильной эпидобстановкой в местах массового скопления людей продолжаются проверки соблюдения масочного режима. Так, в минувшую среду специалисты проинспектировали почти 300 торговых объектов области. На нарушителей составлено 145 административных протоколов. Теперь им предстоит заплатить штраф от 1 до 30 тысяч рублей. Улучшить ситуацию призвана вакцинация. На сегодняшний день первый компонент получили около 268 тысяч наших земляков. В том числе завершили процедуру полностью более 189 тысяч человек. Молодые специалисты, о которых речь пойдет далее, готовы вступить в борьбу с коронавирусом, ровно как и с другими недугами. В Пензенском госуниверситете состоялся выпускной у студентов-медиков. В этом году из стен высшего учебного заведения выйдут более 300 будущих врачей. 29 из них закончили вуз с красным дипломом. Среди них есть те, кто на протяжении последнего года не только показывал достойные результаты в учебе, но и помогал в красной зоне и работникам скорой помощи. Сегодня они без халатов и масок. Торжественное выпускное у студентов-медиков проходит, как и у всех. Девушки в платьях и с прическами, парни в костюмах. Но совсем недавно многие из них вместе с действующими врачами выезжали к жителям, выходили на дежурство в больнице, чтобы помочь тем, кто нуждается в этом. Елена Долгова в будущем хочет стать кардиологом. На протяжении последнего курса девушка совмещала учебу и работу. Скорая помощь – это один сплошной острый момент. И в связи с пандемией было очень много случаев диагностированной пневмонии. Люди находились в тяжелом состоянии, на кислороде. И было необходимо довести их до больницы, чтобы в дальнейшем продолжать лечение. Ездили в костюмах. Ощущения незабываемые. В 30-35 градусов надевать на себя всю защиту – это очень тяжело. С ковидными пациентами взаимодействовала и Мария Фоминых. Девушка приехала в Пензу на учебу из Ростовской области. И на скорой помощи начинала работать еще до пандемии. Было страшно, особенно когда мы приезжали к пожилым людям. Я видела, когда просто человек лежал и задыхался. Это было очень страшно. Ты не понимаешь, что делать, с чего начать. Потому что не каждый день такое случается. Мы возили людей в больницы. И жуткое зрелище, когда в черных пакетах вывозили просто людей. Потому что это очень серьезное заболевание. Несмотря на то, что позади все сессии и экзамены, главные испытания еще впереди. Пройти их успешно студентам пожелал Олег Мельниченко. Это такая профессия, из которой нельзя выйти, войти, потом еще раз зайти, потом еще раз выйти. Это профессия на все оставшиеся улицы. И получить диплом – это еще не стать хорошим врачом. А для этого нужно еще очень много трудиться и приложить огромное количество сил. На выпускном вечере студентам вручили не только дипломы, но и благодарственные письма губернатора Пензенской области. 11 человек были награждены медалью Профсоюза работников здравоохранения России за личный вклад в борьбу с пандемией. В Пензенскую область поступила первая партия компьютерного оборудования в рамках нацпроекта «Образование». До середины августа новые ноутбуки, а это порядка 2000 единиц, получат 70 школ. Как это позволит разнообразить учебный процесс, узнали мои коллеги. В новом учебном году воспитанники 75-й Пензенской школы смогут пользоваться интернетом и проходить онлайн-тесты по различным дисциплинам не только на уроках информатики. Учебное учреждение стало первым в регионе, куда поступила партия компьютерного оборудования, а именно 28 ноутбуков. Последняя поставка централизованная была в 2012 году, поэтому мы очень рады, благодарны Министерству образования, что наша школа получила такой комплект. И радует то, что это не стационарные компьютеры, а именно переносные, поэтому можно пользоваться им в любом кабинете, в любом корпусе, который в нашей школе есть. До 15 августа ноутбуки получат еще 70 школ Пензенской области. Кабинеты информатики в них, как правило, перегружены. Новое оборудование позволит сделать образовательную среду более доступной и цифровой. Школы определялись еще не в этом году, а в прошлом году, когда был объявлен конкурс Федеральным министерством просвещения. И там была градация, то есть в зависимости от количества учащихся, количества кабинетов информатики или обычных кабинетов, количество компьютерной техники, какая техника используется в образовательном процессе. То есть там несколько факторов. В течение ближайших лет такое оборудование получат еще более 150 учебных учреждений региона. В 2022 году это 40 школ, еще 70 в 2023. В планах на 2024 обновить компьютерную технику и в ряде организаций средней профессиональной подготовки. Учащимся Пензенского и Малосердобинского районов с начала учебного года в школьных автобусах будут демонстрировать ролики о музеях, выставках, выдающихся личностях, уроженцах нашего региона. На сегодняшний день видеоматериал полностью подготовлен. В каком формате мы обсудили? Не в формате, что мы покажем все, что есть уже там, а в формате того, чтобы заинтересовать и замотивировать детей узнать об этом самих. А не для того, чтобы они просто проехались в автобусе, посмотрели, у них полностью отпало желание туда ехать, так как... Мы уже все посмотрели. То есть механика выбрана следующая, чтобы заинтересовать, замотивировать, показать, что у нас такое есть. И уже заинтересованный школьник, он захочет, соответственно, узнать об этом побольше. Когда проект культурный автобус охватит все районы области и какова вероятность демонстрации видеороликов в общественном транспорте? Ответы на эти вопросы узнаете из программы «Экспресс-тема». Она выйдет в эфир сразу после этого выпуска программы события. Первые итоги конкурса «Пензенская область. Регион возможностей» уже подведены. Сегодня их озвучили в Лермонтовской библиотеке. Тех, кто наиболее успешно преодолеет все этапы, включат в резерв управленческих кадров, дадут возможность пройти образовательные программы. А 10 победителей смогут сделать это в одном из ведущих вузов страны. И, кроме того, пройти стажировку за рубежом. Более 4400 заявок – это итог первого этапа кадрового проекта Пензенской области. «Регион возможностей». Кроме заявки, от участников требовалось написать эссе о том, что бы они хотели изменить на Малой Родине, и чем этому процессу могут помочь именно они. Почти 80% тех, кто рассчитывает войти в кадровый резерв, это жители сурского края. Но не только. Есть соискатели на высокие должности из 55 других субъектов страны, даже из-за рубежа. Финляндии и стран Прибалтики. Но все это тоже наши земляки. Впереди второй этап онлайн-тестирования, в ходе которого оценивать будут не знания, а способность гибко мыслить и анализировать. Тесты непростые. Помню, еще мы такое же тестирование проходили, когда участвовали в проекте так называемой «Школы губернаторов». И думаю, что придется попотеть эти тесты, соответствующим образом решая. Участник проекта Марина Тарасова конкуренции не боится. О том, что Пензенская область дает возможность проявить себя самым активным и амбициозным, рассказывала в социальных сетях. По ее мнению, улучшить жизнь каждого возможно только в команде. Все ждут новых качественных изменений. Все хотят видеть обновленную управленческую команду, поскольку время, видимо, пришло. И думаю, многие участники все-таки разделяют мои учаяния и желания и работать на благо региона, и стараться быть лучше. Эффективность такой системы отбора претендентов на самые высокие должности уже проверена. По аналогичному образцу проводится конкурс «Россия – страна возможностей». Первый этап довольно-таки успешный, который состоялся в качестве этапа регистрации. Вселяет надежду на то, что все-таки эти люди привнесут в жизнь нашей области, нашего региона то, необходимое для того, чтобы мы дальше развивались, двигались вперед. С результатами пензенских кандидатов будут работать московские специалисты. По итогам их отбора лучшие пройдут заключительный тур. В отличие от двух предыдущих, он будет очным и состоится в Пензе. Итоги конкурса подведут в сентябре 2021 года. Продолжим сразу после короткой рекламы. Оставайтесь с нами. При проектировании дороги необходимо учитывать все параметры. Разделить встречные потоки, учесть скорость движения. Но прежде всего безопасность, конечно. Думаете, превысить на 10-15 км в час не страшно? Это те самые 10-15 км, которые могут спасти жизнь вашего ребенка или забрать. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова По социальному контракту предлагается помощь по одному из направлений. Ежемесячные выплаты на время поиска работы и помощь в трудоустройстве. Выплата до 250 тысяч рублей на организацию собственного бизнеса в качестве индивидуального предпринимателя или самозанятого. Выплата до 100 тысяч рублей на развитие личного подсобного хозяйства. Чтобы получить социальный контракт, необходимо подать заявление на выдачу соцконтракта, собрать пакет документов, паспорт, документы, подтверждающие состав семьи, сведения о доходах членов семьи за три последних календарных месяца. Обращаться необходимо в органы социальной защиты по месту проживания. Их адреса и контакты размещены на социальном портале Пензенской области. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Организация похорон. 30-55-55. Круглосуточно. Продолжаем выпуск. Гибелью человека закончилась авария, случившаяся сегодня рано утром. Участниками ДТП на трассе М-5 Урал в Спасском районе стали две иномарки. В одной из них находился ребенок. Произошло столкновение автомобиля Шкода Октавия под управлением мужчины 1986 года рождения и автомобиля Хёнде Акцент под управлением мужчины 1991 года рождения. В результате ДТП водитель автомобиля Шкода Октавия от полученных травм скончался на месте происшествия. В результате удара корейская иномарка вылетела с трассы в кювет и врезалась в столб. Находившиеся в ней люди, водитель, а также пассажиры, женщина и трехлетняя девочка получили телесные повреждения различной степени тяжести и были доставлены в больницу. По факту случившегося сотрудники госавтоинспекции проводят проверку. Теперь об уже раскрытом деле. Казалось бы, удачная находка для жительницы Пензы может обернуться весьма неприятными последствиями. В течение нескольких дней она расплачивалась чужой картой, которую нашла на кассе магазина. Вот только за подобными действиями следует уголовное наказание. Подробности в следующем материале. Не всегда банковские карты являются безопасным хранилищем для денег. В том, что за ними нужно следить, пензенская пенсионерка убедилась на собственном опыте. В мобильном приложении она увидела, что с ее счета снимают средства. Женщина решила обратиться в финансовое учреждение. Однако, уже приехав туда, обнаружила, что кредитка из ее кошелька пропала. Тогда решила пройти по магазинам, где бывала в последнее время. Там ей посоветовали отправиться в полицию. Так пострадавшая и поступила. Если даже не найдут, я буду считать, что это самое большое мое горе. Сумма не была 3,5 тысячи. Я говорю, переживу. Но все равно, говорю, жалко, конечно. Ну вот, я ушла. Они говорят, не переживайте. Если что, мы вас вызовем. Они мне все сняли вот эти данные, где были приобретены покупки, время, магазин, все. Потом где-то прошло два дня, мне позвонили. Подозреваемую быстро нашли. Ей оказалась жительница Пенза, 1992 года рождения. Все деньги пострадавшей пенсионерке она вернула. Затем нашлась и украденная карта. Девушка призналась содеянным и пояснила, что обнаружила данную карту, оставленную на кассе одного из магазинов. Незаметно для кассира она взяла банковскую карту себе. После этого она, решив проверить наличие на ней денежных средств, отправилась в аптеку, где расплатилась за лекарства. В дальнейшем, в течение двух дней, она регулярно оплачивала товар в различных магазинах города. Несмотря на то, что пострадавшая отказалась от претензий к девушке, в ее отношении все равно возбудили уголовное дело. Теперь ей грозит наказание в виде лишения свободы до шести лет. И к этому часу пока все. Хорошего вечера и до встречи в эфире. Завтра на западе Пензенской области ясная погода без осадков. Ветер северный, северо-западный от двух до пяти метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 14, плюс 16, днем около 22 градусов тепла. В восточных районах Пензенской области преимущественно ясно, осадки не ожидаются. Ветер северный, северо-западный 2-4 метра в секунду. Температура воздуха ночью плюс 14, плюс 16, днем от 21 до 24 градусов со знаком «плюс». В Пензе переменная облачность, осадки не ожидаются. Ветер северный 2-4 метра в секунду. Температура воздуха ночью плюс 15, днем до 23 градусов тепла. Атмосферное давление составит 740 миллиметров ртутного столба. Четыре популярных блогера объединились, чтобы подарить вам лето мечты. Подписывайтесь прямо сейчас на профиль, адрес которого видите на своих экранах, и вы сможете выиграть путевку на Мальдивы или один из десятков ценных призов. Мы решили в этот раз собраться все вместе и просто удивить людей, сделать то, чего еще у нас никто не делал. Поэтому мы дарим путевку на Мальдивы. В прямых эфирах мы будем выбирать победителей. Кроме путевки на Мальдивы у нас еще очень-очень много разных крутых призов, в том числе и iPhone 12, и iPad, и пылесос Dyson, и еще куча дополнительных призов. Все, что нужно сделать, это подписаться на всех спонсоров. Заходим на страничку «Дарим Мальдивы» и делаем вот так. Девушки продумали все заранее. В путевку на Мальдивы включен перелет, трансфер и трехразовое питание. Так что, как говорится, all inclusive. Мы все мамы. Я врач-педиатр. Даша мама двоих почти уже. И мы все очень любим свои семьи и рассказываем об этом в своих блогах. И так как нас всех объединяет именно тема материнства, семьи, мы подумали, что отдых на Мальдивах будет лучшим подарком для наших подписчиков, которые, собственно говоря, все такие семейные, мамочки с детьми. Поэтому... И мы дарим путевку в это райское место, кайф и блаженство. А самое главное, что участие абсолютно бесплатное. Официальный курс Центрального банка России. Доллар 73 рубля 69 копеек. Евро 86 рублей 92 копейки. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова